Исполнительный комитет Одесского городского совета проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову. Памятник основателям Модессы, как официально называется, монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II, ее сподвижников, это Хосе де Рибас, Франц де Волан и Григорий Потемкин, также Платон Зубов. Изначальный монумент был сооружен в 1900 году, в 1920 его демонтировали, а в 2007 году восстановили. Ранее Екатерину II неоднократно обливали краской, расписывали различными лозунгами, позже на скульптуру надели черный пакет. Затем на Екатерину II надели красный колпак палача, а на руку повесили петлю. Большинство одесситов высказывались за демонтаж памятника, поддержал его снос и мэр города Геннадий Труханов. Это памятник не старый, не аутентичный памятник. Это не Дюк и Близко, и не Воронцов. Это памятник на водил, но у него есть старые компоненты. Старые компоненты – это скульптуры вокруг Екатерины. Их место именно там, где они были. Они были в Одесском историко-краеведческом музее. Место этих скульптур – в музее, откуда их незаконно вынесли. Вот они должны быть туда и перемещены. За это платила независимая Украина. За памятник палачу Украины в независимой Украине. А также палачу польского народа, еврейского народа, который она обложила двойным налогом, и крымско-татарского, проживавшего в Одессе. Это просто антиисторический, антиукраинский, античеловеческий памятник вообще. Но они сами за него стоят, потому что это идол русской войны. Итак, прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Александр Владиславович Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. Александр Владиславович, приветствуем вас в эфире. Здрасте. Итак, вы не единожды говорили в своих интервью о том, что громить, уничтожать памятники – это неправильно. Что просто их место несколько в другом месте. Прошу прощения за тавтологию. Так вот, где будет место этому памятнику, о котором мы сейчас говорим? Когда этот памятник устанавливался, по-моему, в это время мэром был Гуровиц. И я его тогда спросил, а зачем? Четкого ответа на этот вопрос я не получил. Но уже тогда было понятно, что этот памятник будет вызывать множество споров. Во время войны это стало более чем очевидно. Екатерина завоевывала земли и уничтожала украинское казачество. И вряд ли она была основательницей Одессы. Потому что много исторических фактов о том, какие поселения существовали в городе Одессы. И Кочубеев, и крепость Кочубей. Говорят о том, что у этого города гораздо более обширная история, чем время, когда он начал расстраиваться. В Херсоне, кстати, до сих пор называют Одессу каким-то там причалом Херсона. Вот, поэтому вопрос спорный. Я рад, что наконец-то жители Одессы и мэр поддержали это решение. Осталось теперь дождаться решения, собственно говоря, Одесского горсовета. Мы это решение всячески поддерживаем. Что касается законности, незаконности перенесения памятников, это точно должно происходить в рамках наших европейских принципов. Если принимается решение соответствующим органам власти, оно должно быть обосновано с учетом мнения экспертов, возможно, иногда население при поддержке Минкульта, если этот памятник внесен в реестр местных или национальных памятников и перенесен в другое место. Этим летом вы также говорили о необходимости, собственно, законного решения, никакого вандализма. Не нужно Украина государство, которое никоим образом, не знаю, не распространяет вандализм, давайте так, все должно пройти по закону. Но, тем не менее, дискуссия по поводу Катерины, памятника, он называется только Катерина, так это основателем Одессы, он идет уже довольно долго. И не только с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Почему, по вашему мнению, вокруг памятника, по идее, незначительного такого момента, который в случае несоответствия государственной политики мог бы снесен быть, не знаю, насколько быстро, но законными методами, возможно, там за месяц-два это можно было сделать. Но тут мы говорим о годах просто. Почему такая дискуссия проходила, как вы считаете, и столько времени? Это вопрос к местной власти и к тем нарративам, которые они отражают в дискуссии по поводу тех или иных пунктов. Если местная власть, предшественники устанавливают этот памятник, они чем-то там руководствовались. Соответственно, их последователи, я имею в виду, те, кто были избраны после этого, должны обосновывать, почему, собственно говоря, этот памятник должен быть снесен. А в случае с Катериной отдельная история, потому что действительно не было смысла восстанавливать этот памятник. Это мое глубокое убеждение. Но так случилось. Поэтому, собственно говоря, вся эта дискуссия возникла. Но тут вопрос гораздо глубже. Это же вопрос не только по поводу Катерины. Это вопрос по поводу десятков памятников Пушкину и других деятелей российской культуры, которые и Российская империя, и Советский Союз сознательно насаживали на всей территории страны. Зачем в Украине нужны 400 улиц Пушкина? Когда у меня была дискуссия с итальянскими коллегами, они спросили, что он сделал Пушкин. На что я им ответил? Сколько в Италии улиц Пушкина? Они не вспомнили. Может быть, одна или две. Вы же понимаете, что это сознательная политика насаживания так называемого русского мира на территориях, которые были оккупированы Россией. Да, безусловно. И мы же понимаем, что вместо этого мы должны пропагандировать свою культуру, свою историю и говорить о том, что действительно является символом Украины. Так что же будет и что же может быть вместо этих памятников? Вопрос к одесской власти. Мы надеемся вместе с ними это обсудить. Я обсуждал это с мэром. Они говорят о каком-то фонтане. Но на самом деле для нас наиболее важно продвигать украинскую культуру за рубежом. Это и выставки. В Мадриде открывается выставка в понедельник. Огромная украинского модернизма. Тот, который приписывает к русским. Они называют это русским модернизмом. И тот факт, что во многих музеях меняли таблички о том, что это русские картины на украинских мастеров, говорит о том, что переосознание в мире происходит. Это в том числе проект, который мы запустили вместе с Google Arts and Culture Ukraine Here буквально позавчера, который рассказывает о украинских музеях, это виртуальное путешествие, в украинских заповедниках, в украинской культуре, еды и многих других вещах, которые представляют миру, собственно говоря, чем богата Украина. Поэтому продвижение украинской культуры важно не только в Украине, но и за рубежом. И желание большинства украинцев перейти на украинский язык во время войны, тех, кто общались дома, на русском языке, оно же естественное, никто их не заставлял. Вы знаете многих звезд, которые сведомо пришли на украинскую мову пять часов войны. Просто потому, что говорить на русском языке русском языке агрессора, это означает поддерживать агрессора. Александр Владиславович, ну вот что по поводу тех личностей, которые могли бы занять место, где вот сейчас памятник Екатерине Второй. Ведь действительно есть очень много и композиторов, и художников, которых запрещали во время Советского Союза, и о которых, вероятно, не так много есть информации до сих пор. То есть эта информация находится, сопоставляются факты, и оказывается, что очень многие произведения присваивались абсолютно другим композиторам, которые сейчас считаются почему-то российскими, и так далее. Ведь таким образом, замещая одни памятники, можно было бы еще нести и просветительскую некоторую такую функцию, работу для того, чтобы показывать украинцам, что все-таки всегда справедливость должна восторжествовать, и даже тех композиторов, и выдающихся личностей, которых когда-то забывали, запрещали даже, о них сейчас можно и нужно говорить. Возможно, вы правы. Мы обсудим это на экспертном совете при Минкульте по поводу преодоления наследия Российской империи и советского тоталитаризма, но наши рекомендации экспертного совета это просто рекомендации. В отличие от России, где все идет сверху вниз, у нас все-таки демократическая страна, и есть полномочия местных органов власти. Если местные органы власти посчитают необходимым к нам обратиться, мы им посоветуем. Если мы увидим, что дискуссия идет куда-то не в ту сторону, мы точно вмешаемся. Но это однозначно полномочия местных органов власти. И это существенный момент, который отличает демократическое украинское государство от другого. Давайте о действиях другого государства, как вы говорите, соседнего к Украине. В недавнем интервью «Украинской правде» вы говорили об эвакуации музеев украинских. Это такая более внутриукраинская история. Как проводилось, не проводилось. Детальный разговор тут дали полностью. Но вот на чем не было застряно, к сожалению, возможно, внимание журналистов украинских, это на тех памятниках, которые были вывезены россиянами, российскими оккупантами, которые, в принципе, принадлежат к российской культуре, если так можно назвать. Я говорю о Федоре Ушакове, полководцу Александра Суворову. Они были установлены, напомню, нашим зрителям перед Херсонским горсоветом, Государственной морской академией также. Вывезли также российские оккупанты памятник основателю города Григорию Потемкину. Как говорили местные оккупационные власти, памятники полководцам решили убрать, якобы, цитирую, из-за постоянных обстрелов и диверсий. А по вашему мнению, зачем российско-оккупационным войскам Российской Федерации вот такие памятники? Почему начался процесс вывоза? Вот вывоз украинских музеев, это один аспект. А вот что по поводу памятников? Вы знаете, иметь дело с душевнобольными очень сложно, анализировать характер принятия им решения. С другой стороны, Потемкин, это точно так же решение одного из миров, нынешнего гаулятора Сальда, восстановить этот памятник. Это же новодил. Точно так же, как Катерина. Поэтому это вопрос, зачем эти люди предпринимали эти действия. Что касается всех этих памятников, честно говоря, вот все, что с Пушкиным относится, с Катериной, с Потемкиным, и не относится к разряду реально тех, которые внесены в реестры памятников, мы готовы их обменять. На енота, на украденные экспонаты из украинских музеев, в Херсонской области, в Донецкой области. То есть, пожалуйста, сколько вам надо Пушкинов, мы договоримся, верните все, что вы украли. А если нет, то мы будем обращаться к международному сообществу об аресте о российских экспонатах, которые находятся сейчас в цивилизованном мире. Такое обращение сейчас готовится. Давайте теперь о внутриукраинских делах, на которые Российская Федерация смотрит, как на чуть ли не на нацизм. Недавно в Латвии принимали решение о местной власти, о сносах советских памятников Российской Федерации, вызвали посла, Латвии сказали, что ответят, собственно, действиями определенными. Понятное дело, конкретики, они не говорили. А почему вот так триггерятся, простите за такое слово, но оно, как мне кажется, тут прекрасно подходит, нервирует, возможно, в Российской Федерации, когда в государствах, которые ранее входили в состав Советского Союза, были оккупированы Советским Союзом, начинается процесс декоммунизации, один из подпроцессов деимпериализации. Почему так триггерит Москву из-за этого? Ну, потому что это же маркеры, это, как вы знаете, во время войны у нас наносили якобы точки, куда стрелять. Это маркеры наследия Российской империи и Советского Союза. Поэтому их триггерит. Ну, пусть триггерит. Все-таки, да, есть такое ощущение, что в России понимают, что теряют влияние таким образом, и культурное влияние, на которое, возможно, не так много обращали внимание других стран, к сожалению, в том числе и Украина в свое время, очень важно обращать внимание конкретно на культуру, которая присутствует в стране, и, возможно, даже не очень люблю это слово, но, тем не менее, здесь, наверное, верноуместно фильтровать, да, потому что через культуру очень многие настроения передаются. И получается, таким образом, не только какая-то зависимость от энергоресурсов исчезает, да, вот Европа к этому идет, но и в культурном плане это ведь очень важно, это ведь на самом деле очень отрезает, скажем так, от этой страны, от ее каких-то традиций, ну и вообще от всего, того, что пытается насадить Россия? То, что русские пытаются сделать, это распространить миф о том, какая великая российская культура. Большинство российских деятелей, Нитрепко, Георгирев, прекрасно понимали, какие деньги они используют и какой режим защищают. Российская культура — это наконечник на ракете, которая несется в Украину. И завтра может понестись и в страны Балтии, и дальше. Поэтому мы всячески пытаемся объяснить нашим западным коллегам о том, что российская культура — классическое оружие. И об этом не стесняется заявлять ни сам Путин, который выставляет на щит Достоевского, Чайковского, Толстого, ни директора Эрмитажа Преображенской, который называет «экспорт российской культуры спецоперацией» — это те же слова, которыми они называют «войну в Украине». Поэтому этому нужно поставить точно за слон в цивилизованном мире. Если говорить о конкретной деятельности, о сносе памятника, либо демонтаж, как это, наверное, правильно называть, есть пример Эстонии. Рабочая группа по советским памятникам при госканцелярии Эстонии рекомендовала снести, либо заменить 244 из 322 советских памятников на территории страны. Рекомендованные под снос 56 монументов уже демонтированы, но есть такая статья, как «Нейтральные советские памятники». А может ли быть в Украине такая статья по отношению к определенным памятникам, как «нейтральные», то есть те, которые не несут такую нагрузку, как империалистические, колониальные, по отношению к Украине? Вполне могут быть. У нас недавно, кстати, была дискуссия с эстонскими коллегами о переносе таких памятников, включая могилы советских солдат. Недавно было исследование в одном из городов Украины, когда была проведена эксгумация, и оказалось, что вместо там ста с чем-то советских солдат в могилах оказалось 20 или 30. То есть вот эта советская пропаганда по поводу того, кто сколько, где умерло или полегло за Украину, на самом деле требует отдельного исследования. Понятно, что мы это будем делать после войны, не сейчас, естественно. Но я рад, что балтийские страны подняли этот вопрос, и он активно, естественно, будет поддерживаться в Украине о переносе или сносе тех или иных памятников. Еще один аспект. Александр Александрович, тут о замене, скорее всего, вот, да-да-да, хотел бы добавить. Я хотел бы добавить, это же про то, что мы победили. То есть все эти советские памятники. Мы победили, победим завтра. Давайте, можем их тоже отдать. Скажем так, вы же знаете, все прекрасно украинцы знают, как в Российской Федерации, то есть смотрят на это, как они раньше объясняли с помощью своих пропагандистских материалов, там, Russia Today и другие, и другие, которые, к сожалению, транслировались на европейский континент, на европейский СССР, потому что, видите, сносят советские памятники. Значит, они нацисты. И в Латвии, Литве, Эстонии памятники сносят, так вот нацизм расцветает, а мы, Россия, мы боремся с этим. Вот такой нарратив, он существовал. И, к сожалению, к моему огромному сожалению, в твиттер-обществе, когда появляются новости в западных СМИ о том, что там Украина сносит там очередную памятник, Катерина, к примеру, есть определенный там слой людей, которые говорят, а, видите, нацисты. Не зря там в России говорят об этом. Вы знаете, вот мы недавно открыли выставку в музее Голодомора. Завтра, кстати, к сожалению, дата Голодомора. Предлагаю всем свечку зажечь в 16 часов, но в этом музее была представлена лейка австрийского фотографа-инженера и фотографии, которые он сделал в Харькове во время Голодомора. Мы смотрели эти иллюстрации в его альбоме с послом Великобритании в Украине и одновременно сказали одно и то же слово «буча». Лучше обратить к тем действиям, которые россияне и Советский Союз делали на территории Украины на протяжении десятилетий и столетий, запрещая культуру, запрещая украинский язык, вынося книги из украинских библиотек на украинском языке сейчас, во время этой войны, уничтожая украинцев во время Голодомора. Это все политика геноцида. Поэтому вопрос это классическая КГБшная история. Перебросить ответственность на другую сторону. Да, одним из символов этой войны, попрошу прощения, коллега, добавлю, можно считать и расстрелянным памятник Тарасу Шевченко в Бородянке. И поэтому, я думаю, этот ответ, который мы сейчас можем предоставить, он даже более гуманный, не то чтобы равносильный, он просто более гуманный и цивилизованный. В конце, Александр Владиславович, Владимир Путин, президент Российской Федерации, о КГБшниках вы заговорили, давайте на КГБстии закончим. Он кинул камень в ваш огород непосредственно, я так понимаю, на встрече с так называемыми матерями солдатскими, хотя там матерей и не было, представители путинской партии, в том числе, да и не только. Он заявил следующее, я цитирую, противники Российской Федерации действуют в информационном пространстве, чтобы обесценить действия вооруженных сил России, тут кавычки, защищающих Донбасс, Запорожье и Херсон. Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют то, что дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын. Вот для чего это делается, обесценить то, что делают наши ребята. Тут об информационной войне. Можно ли сказать, что на самом деле в Кремле переживают из-за того, какие мышцы нарастила Украина в плане информационного поля действия и что реально Украина может победить и побеждает на этом поле? Смотрите, давайте сравнивать бюджеты. 600 миллиардов со стороны России, которые они тратят, на свои подлогандийские СМИ, включая СМИ типа Russia Today, вот, и украинские возможности, они несовместимы. Единственное, что мы можем противопоставить русской фабрике фальсификации, это правду. Это информация, откровенный разговор, предоставление фактов. Это то, что, собственно говоря, видят западные журналисты, находясь в Украине. Поэтому в чем сила, брат? В Украине. Спасибо большое вам. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Напомним зрителям, что с нами на связи был Александр Владиславович Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова